Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Сегодня, кажется, 19... Нет, 18. Нет, 19 какой-то из этих дней. Дело в том, что у меня свой график в жизни, и он не совпадает с Крещенским. Ну, ладно, всё равно вас поздравляю с Крещенскими морозами, которые не состоялись. Вот, наш мороз перешёл на юг. Случилось невероятное. Показывают сюжет. Каспийское море замёрзло. Я не говорю, что всё. Показали довольно большое пространство замёрзшего, и люди ходили по льду. Случай для тех мест необыкновенный, необычайный. Вот, и что из этого следует? Второй звоночек прозвенел. Вы видели это в кино, в моём фильме. Вот, который вышел буквально вчера. Так, я не знаю, какое сегодня число. Всё, я живу без времени. Ну, примерно он вышел, 16-го вебинара был, примерно 18-го он вышел. Вот, и там было сказано, что в Узбекистане нужны косточки. Вот, и человек рекомендует железовские косточки, абрикосовые, потому что там 20-градусные морозы уничтожили абрикосовые деревья. Нужны новые посадки. Вот, ну, а так как речь шла через посредника, мне было через посредника передано. Второе условие – абсолютная засухоустойчивость. Там мало дождей. Ну, прям как, это, ну, прямо, вот, вот, тощится про меня, про это. Вот, сейчас, да, сейчас у меня снега полваленка. И это считается много, это редкий год. Вот, поэтому, ну, а летом вообще не было дождей, все об этом знают. Вроде вот, а так как мои абрикосы не заметили, я об этом рассказывал, красиво, долго. Заметили и яблони, груши, сливы, плохо росли. Правда, дали феноменальное урожае, но это как бы предвестники для меня железово, подчеркиваю. Для меня большое урожае – это знак тревоги. А не готовится ли дерево к будущим катаклизмам и, значит, к собственной гибели, чтобы продлить свой род в потомках. Вот так вот я рассуждаю. И особо урожаем не радуюсь. И вот тот урожай, который был, особенно абрикосовый, феноменальный, невиданный, я рассказывал, культурные деревья давали по 20 ведер, по 25, вот, а эти самые жердели и маньчжурцы давали по 30, по 40 ведер. Не все, а несколько, но это все равно 50 лет. А остальные 10, 5, 15, так, по мелочи, ведер с дерева. Вот так вот было. И вот я, до сих пор эта загадка, ее разгадать можно только время. Пройдет год, подведем итоги. Например, да, очень много плодовых образований. Видно, что вместо роста все уходило в эти плодовые веточки. Плодовые, плодовые, на сливах, на абрикосах, на грушах, на вишнях, на все. Вот. До самых конческих веток. Ну, скорее всего, в мае ударят морозы. Один из вариантов. И деревья пропустят урожаем, надо отдыхать. Вот. Дело в том, что здесь климат у меня искусственный, мне это помогает. Я вот не зря, посмотрите. Январь месяц, видите. Да, я вот это показываю иногда. Но это надо приглядеться. Короче, плохо видно. Так, ну-ка, сейчас я... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Как плывут льдивные? Вы видите, не видите? Вот. Льдивный плывут. Значит, температура около нуля. Но, все равно влияние заметное. Почему? Испарение. Испарение это... Вот если сейчас повернуть камеру, ну, вы просто поверьте мне, Вот. Что еще... Нет, сейчас не поверите. Вот. Ветер сбил иней. Был сильный ветер, ураганный, сбил иней. А так они прикрыты иней. Вот что такое иней? Иней это тот же конденсат, та же влага. Поэтому деревья, они иссыхают. А иссыхание принимают за вымерзание. А длительное высыхание, оно не всем деревьям на пользу. Вот абрикосам по барабану. Вот. Грушам по барабану. Они пришли засушенных мест, это мои наблюдения, мои выводы личные. Значит, не так боятся. А кое-кто боится. Вот. И вот что получается. Значит, уже ареал... Знаете, вот эту сенсацию, да? Мои персики хасанские. Надеюсь, когда-то их назовут хасанские железова. Как? Незначай. Вот. Они сейчас покоряют Украину. Сразу стоило только появиться одной... Одному фильму оказалось, там несколько человек их культивирует. Никто не отрицает моего авторства. Напоминаю, когда-то это была веточка с абсолютно замерзшего дерева. Вот. В поселке Сизай после 40-45 градусов морозов. Это было. Вот. Ну, а все это превратилось в прекрасное деревье. Вот. Кстати, Валерий Александрович, уже фамилию не называю и уже не называю, где живет. Все-таки немножко ему попало за дружбу со мной. И тогда получается, что за ним еще несколько человек нашлось. И уже можно было бы, если бы не тяжелые времена, тогда можно было бы наладить этот мост Украина-Россия. В плане... Там можно было бы производить саженцы в большом количестве. Саженцы персиковые. Используя... А ведь мы, оказывается, с Валерий Александровичем одной крови. То есть он тоже не колесит деревья. Вот. Я еще чуть подробнее об этом... На этом остановлюсь, так. Вот. Он тоже не колесит деревья. И получается, что оттуда можно было бы поставлять саженцы персиков. И впервые в мире, переедя на 100 километров на север. Вы знаете, Украина-то рядом тут рукой подать. Вот. Вот. Буквально совсем рядом. Где-то на 100 километров, где-то на 500. На 1000 километров не замерзнут. Они же не могут за несколько лет потерять морозостойку, поживем в Украине. Вот. Кому хочется, я скажу, в Украине. Кому нравится, я скажу, на Украине. Вот. Я всех люблю. И украинцев, и на украинцев. И вот получается так. Я редко слежу за украинскими делами. А тут жизнь заставила. Сейчас еще ролики получил из Сумской области. Атолия Александровича. Я их еще выставлю в интернет, и всего согласия. Потом, значит, то редкое, что я видел. Да. А то, что мы можем произвести ведро персиков, они могут с этого же 100 ведер персиков. Вот. Понимаете? Мы можем ведро черешни. Мы, отчаянное самое, продвинутое. А они могут 100 ведер черешни. Несовместимо. И именно, подчеркиваю, я не о политике ни слова. Я только о здоровом образе жизни. А о том, что фрукты не должны быть искалечены. То есть, деревья, а значит, фрукты не травлены. Вот. Уже бы все было бы завалено. Но так не случилось. Вот. Граница на замке. И вот получается, что мы сейчас разделены. Но я могу, имея моральное право, говорить об Украине тоже. Я выходец Украины. Вот. Я имею фамилию по маме Нытяга. Я имею фамилию по папе Железов. Вот. Я... В военном билете написано «Украинец». В паспорте написано «Русский». Я учился первых пять лет в деревенской сельской школе. Вот. Значит. Чернилицы замерзшие. На этих... На стенах висят керосиновые лампы вместо электрических. Вот. В углу топится печка. Рядом всего два ряда парт. Один первый класс, второй третий. На следующий год я второй класс, рядом четвертый. Догадайтесь, это самое... Как я... С каким опережением я учился в школе, а? Я второклассник закончил, образно говоря, четвертый класс. Вот. А это, кстати, хороший повод поговорить об ускоренном обучении. Мы все разные. У меня один внук, настоящий гений. Понимаете? А к концу школы он будет такой же, как все. Забьют мозги всякой черней, извините изображение. Вот. И вот, получается, опять я отвлекся. Да что ты будешь делать? Давайте поговорим об чем. О том, что, значит, сейчас идет, должно идти... Ладно, накопление информации. Итак, Валерий Александрович присылает очередной ролик. Я смотрю на этот ролик. Да елки-палки. Это второй случай. Я специально говорю. Это серьезные дела. Я говорю о серьезных делах. Ну, разговорный жанр. Знаете, сам главный редактор, ребрик Александр Алексеевич, редактор журнала «Вестница довода» сравнил меня по разговорам, вот, по этим, по статьям сравнил меня с этим, с Салтыковым Шадриным. Это было для меня, знаете, какая честь. А по разговорным жанрам самим Андронниковым. Андронников – это лучший рассказчик России. И он меня сравнит. Так вот, раз он меня сравнит... Александр Алексеевич, привет, мы все время общаемся. Пожалуйста, извините, но вы меня вдохновили, раз я чуть ли не Андронников. Продолжаю. Вот. Итак, получается следующее. Первый случай был такой. Почему? Я обязан это говорить. Меня обязан слушать. И многое откладывается должно быть в памяти. Или уже в действиях. Я расскажу два случая. Первый случился такой. Итак, Царство Небесное Бродскому. Вот он жив-здоров. Ну, здоровым никогда уже давно не был. Но что такое сила воли, что такое энергия? Значит. И вот он мне присылает целую посылку семян. Чего там только не было. Начинается с этой ракока. Там, я смотрю, я этих растений никогда не выращивал. Это все лечебное, все декоративное, все красивое, все такое. Господи, у меня нет квадратного метра. Вы представляете? Квадратного метра нет. Я 2 миллиона потратил, чтобы прирастить на 40 соток земли. Хотя вокруг миллионных гектаров зарастает лесом. Вот. Это дурь наша, российская. Это подлость невероятная. Вот. Ну, опять я отвлекся. Ну, давайте послушайте дальше. Значит. Что мне делать с этой посылкой? И вот я получаю приглашение в Москву от оперативной группы. Можно так сказать, инициативная группа. Энтузиасты горят желанием. Уже ищут землю. У них спонсор, миллионер. Все. Приезжайте, научите. Вот. И под меня организует лекцию. Снимает этот клуб световодов Москвы. Так и называется. Можете проверить. Клуб световодов Москвы. Два раунда. По три дня дважды. А дали объявление. Съехались с ближнего зарубежья. С дальнего. Я когда проводил первое занятие. Я смотрю. Люди с чемоданами, сумками, с рюкзаками. Прямо с этих. С железной дороги. Прямо сюда. В клуб. Потому что не опоздать было. Это было. Полное зал. Есть фотографии. И что вы думаете? А я взял в Москву. Привез эти семена. Вы еще не догадываетесь, о чем речь пойдет? Я привез эти семена в Москву. Зачем? Вот. А, думаю, продам, не продам. Не продам, так раздам. Потому что, во-первых, не мои. Во-вторых, я ни хрена в этом не понимаю. Я сейчас не знаю, что такое аутерокок. Когда-то слышал, забыл. Не мой, а то уровень. Направлений много. И вот я стою уже на трибуне. Там все у меня. Там это и там камеры включены. Многие уже с камерами были. Все надо говорить. Я говорю, ребята, знаете, мне броски... А по моим публикациям мы уже узнали. По моим. Я говорю, броски-то это самое. Мне семена привез. Вот. Значит. Ну, я решил так. Продать не продам, но раздать раздам. Вот. Потому что лично мне, они, ну, все, я не могу разорваться. Как-то обезьяна. Вот. То ли красивая, то ли умная. И вот, получается, у меня пошептались организаторы. Подходят и дают 70 тысяч. Хватит? Тем временем это были, как сейчас, 100 или 200. Я говорю, хватит, хватит. Этим же вечером, после занятия этого, после первой лекции, эти 70 тысяч поехали к Бродскому. Так? Вот. И после этого начались экспедиции по тайге. А там усадьба графини такой-то. То есть, человека ссылают, черти куда, в Приморский край, в Сихотолинскую тайгу. Человек там строит имение. Проходит 100 лет. А абрикосы живы. Вы понимаете, друзья? И он осень или там в середине лета абрикосы, ранние овощи. Собирает их. И называет графиня. Потом княгиня. Потом вот. Он. А все опасно. А сколько потрачено денег? А сколько сломано? Кто-то из его помощников оборвался со скалы. Что такое скальный абрикос? Это кто-то. А-а-а. А кто-то жизнью рисковал. Вы понимаете? Я рассказываю, как рассказываю, как контрольников. Но это должны все знать. Почему? Да потому что богатство возле вас. Ладно. Поняли уже. Что вот это вот. Как вдохновило Бродского. А сколько лет потом ему удалось лишних прожить. Со смертельной болезнью. Только потому что его это самое. Деньги появились. Благодаря этим же семенам. Ему в голову не приходило их собирать. Представил меня, Константинович, на. Мне все равно девать некуда. И чем кончилось? Вот. Тысячи, тысячи, десятки, если не сотни тысяч его семян разошлись по России. И мне приходят. А вот персик Бродского заплодоносил. А вот абрикос. Здорово. И дальше. А что-то я на крик перешел. Так. Успокаиваюсь. Да нервничаю. Сам не знаю почему. Ладно. Три случая. Случай номер два. Один из моих лучших друзей. Достаточно молодых, скажем. Значит. Виноградов. Алексей. Начитавших мои статьи. Пообщавшись. По одной округе нашел несколько настоящих. Крупных взрослых. Там уже пожилом возле деревьев полносящих. Я уже все забыл. Там было и череша. И чего там только не было. Вот. И мне присылают фотографии. И вот. Коллекция необыкновенная. А знают ли они ученые? Я давай об этом рассказывать. Но я знаю, что никто ни ухом ни рылом. Вот. Потому что ученых есть свой план. Они как бы сказать-то. Они сейчас перешли. Допустим. Уже от велосипедов. Вот. К автомобилям. Ну каким автомобилям? Ну. Оровню Запорожца. Там. Оки. Вот. А мы маршадесами занимаемся. Они им надо преодолеть самим это расстояние. Они же не хотят сразу взять, привить и готово. Им надо выращивать десятки лет. Занять это. Это же. Ну. Не богато. Вот. Живут. Знаете, вот эти две категории. Самая страшная. Извините. Я все время. Но это не политика, ребята. Это экономика. Вот. Это когда десятки лет работает учитель. И у него не может отложить ни одного рубля ни на машину автомобиль. Вот. Ни на этот. Ни дом купить или там это. В советское время хотя бы квартиры давали иногда. Вот. И не всеми, не всегда. Но давали. Вот. Вот это было. А так-то, что учитывая, что этот самый садовод, допустим, с ГСУ, там это. И преподаватель. Это самая такая категория. Ну, мягко сказать, не богато. Это мягко сказано. И вот получается, возможности-то есть. А оно богатство-то-то никого. Другие приоритеты, другие цели должны быть. И, наконец, третий. Ладно, третий случай. Наш Валерий Александрович, мой земляк в Сумской области, присылает мне жолик. Он собирает уже январь месяц. Скорее всего, январь уже. Потому что мы начали общаться фактически в январе. В первых числах. Вот. Январь месяц. Растаял снег, который выпадывал. Фактически осень. И он собирает косточки персика. А у него... Он мне раньше ролики присылал. А на роликах и на фотографиях персики, в том числе Хасанский. И очень ценный Манчжурский еще есть у него. Ну, как подвойный, но это все равно феномен. А для нас в Манчжурске и этот... Он говорит, Хасанский как подвой. Манчжурский подвой. Да елки-палки. Для Москвы, для Питера, для всей средней полосы, вплоть до Урала. Какие нахрен для подвойные? Для нас это прибойные, лучшие. Их наоборот надо использовать как прибой. Как привать на сливы, на абрикос, на терна. Это что угодно? Привой. А для них это, видите, уже как бы... А то, что подвойный, это как бы второй сорт. И вот, когда до него дошло... А что до него дошло? Я так уже задним слов сообразил. А что я сообразил? А я по 100 рублей продаю напополам с этим самым... С брянским волшебником, Мезиновым Олегом Олеговичем, косточки абрикоса. И каждый из нас зарабатывает с косточки по 50 рублей. А он раздает килограммами на наш... Мой этот самый... Я специально об этом еще раз. Подчеркиваю. Богатство не мысленно. И вот он начал собирать косточки, которые не собрал. Не то, что не поленился. А он просто считал, что они не нужны. Он бы их и осенью бы собрал. И вовремя бы собрал. Но он-то считал, что куда столько? И куда их девать-то? Кому-то он 3 килограмма высылал, когда кто-то решил заложить сад. На 5 гектарах он высылал 3 килограмма косточек. Я посчитал. Не поленился. А, нет, 5 килограмм. Это, извините, получилось... Так-так-так-так-так. Нет, 3 килограмма. Ой, все, память сбился. Но вы догадываетесь, если килограмм косточек у него получилось 700-800 штук, да? Вот. А высыл он 5. 700-800 на 5. Ну, а дальше как Райкин. Помните, он 100 тысяч умножал на 1. Вот я так же умножаю. Ладно, пошутили, идем дальше. Вот. Идем дальше. Значит, что получается? Сейчас он еще соберет. Он, наконец, почувствовал им цену. Для этого надо было ему взять, откликнуться на мое письмо. Нет, на мой фильм. Просто откликнуться, прислать несколько фотографий. Сказать, вот они ваши эти, сибирские эти, ну, их можно сибирским называть. Персик-Хасанский, да? Вот. Еще получилось так, что они пошли длинный путь и уже разошлись по Украине. Так. И вот, наконец-то, он узнал им цену. А времена тяжелые. А что я могу посоветовать своему этому? Он отличный мужик. Если этот мужик бесплатно раздавал килограммами, а? Представляете? Вот это мужик. Вернее так, за такую символическую цену, что считаете бесплатно. И я тебе говорю, ну, крайне в случае. Они долго хранятся. Они несколько лет хранятся, не теряя всхожести. Ну, откладывай, будем ждать лучших времен. Вот мой такой рассказ получился. Вот. Пока такой.